Фестиваль эстрадно-джазовой музыки «Сфера джаз» завершается в Хабаровске. Джазовые хиты на сцене Краевой филармонии представил Дальневосточный Академический Симфонический Оркестр. Также прошли конкурсные просмотры профессиональных и любительских коллективов. Почетными гостями фестиваля стали джаз-трио Олега Бутмана и американские вокалистки Чанды Ру. Рояль, контрабас и ударные. Знаменитое джаз-трио Олега Бутмана, кстати, родного брата еще одной звезды джаза Игоря Бутмана. Накануне музыканты в качестве жюри оценивали конкурсантов фестиваля, сегодня исполняют свои авторские композиции. Даже американцы, которые приезжают сюда, они замечают, что на концертах больше молодежи. Популярность, может быть, чуть-чуть падает сейчас джаза, как вот американцы тоже говорят. А у нас популярность, слава богу, растет. И как бы проходит джаз в фестивале, проходят концерты в филармониях. У Олега Бутмана напряженный концертный график. 31 октября выступление в Португалии, затем несколько концертов в Москве и вот дальневосточные гастроли. В Хабаровск вместе с трио приехала американская джаз-вокалистка Чандарул. Карьера Чандарул началась в музыкальных театрах Бродвее. Сейчас певица сама пишет музыку и тексты. Ее часто приглашают на международные музыкальные фестивали. Сейчас джаз – это не только свинг. Как раньше, есть этно-джаз, когда к классическому исполнению добавляются африканские ритмы. К джазовому вокалу добавляются различные народные мотивы. Я, например, воспитывалась на церковной музыке. Все это я привношу в свое творчество. В новом формате фестиваль эстрадно-джазовой музыки проводится впервые. Его открыл Дальневосточный академический симфонический оркестр. Музыканты исполнили лучшие джазовые хиты 20 века в оригинальных аранжировках. В конкурсной программе приняли участие более 150 исполнителей со всего Дальнего Востока, как профессионалы, так и любители. В любом крупном мегаполисе есть джазовый фестиваль. Так как мы стремимся к такому же крупному мегаполису, так как мы культурная столица края, в принципе, можно сказать, во многих аспектах всего Дальнего Востока, конечно же, нам нужен джазовый фестиваль. Организаторы сферы джаз планируют сделать фестиваль ежегодным. Дарья Неборы, Семен Цахно, телеканал «Губерния».